Наталья, мы помним в нашем эфире мы обсуждали с вами неоднократно Харьковское контрнаступление вооруженных сил Украины, однако вы уточняли, что на тот момент нашего разговора была оккупирована Харьковской области полтора процента территории. Какова сейчас ситуация в области? Ну это те же полтора, один и шесть процента, то есть это вот цифра, на которой мы держимся, но наши военные сейчас прилагают все возможные усилия для того, чтобы как можно быстрее продвинуться вперед, но все, что касается этого вопроса, мы ждем официальных заявлений Генштаба. А скажите, пожалуйста, что известно о людях, которые живут на этих оккупированных территориях? В какой ситуации они находятся? Известно ли о гуманитарной ситуации в этих пунктах? Ну она всегда является тяжелой, и, к сожалению, туда проехать сейчас физически невозможно, для того, чтобы с нашей стороны достать какую-либо помощь, это села. И единственное, что мы надеемся помогает этим людям, это то, что все-таки у людей есть свои какие-то домашние фермы, люди держат коров, косы, курей, поэтому, в принципе, дай бог они, вот пока мы деоккупируем эту территорию, они продержатся, просто нас дождутся. Наталья, вот вы уже упоминали Купинск. Мы понимаем, что Купинск тоже город, который находится под постоянными обстрелами, хотя в том же городе Россия кричала, что она там навсегда и прочее, сейчас этих всех жителей обстреливает. Расскажите, насколько там, какая там гуманитарная ситуация, и могут ли там получить люди медицинскую помощь? Ведь мы помним, что больницу практически уничтожили. Да, там было несколько ракетных ударов, некоторые были рядом с больницей, было попадание в инфекционный блок. На базе этой больницы, в одном из подвалов, сейчас принимают наши врачи, в том числе ургент, то есть там могут провести операции. Все, что касается сложных случаев, территорию всю Харьковской области покрывают пункты базирования и станции экстренной медпомощи, поэтому со всех населенных пунктов, в том числе, в особенности Купинска, людей мы стараемся доставлять в крупные больницы городского центра в Харьков. Наталья, мы сейчас видим, что за вами такая панорама города, и слышны звуки сирен. Где вы находитесь? Расскажите, что это за место. Я сейчас нахожусь в центре города, у нас просто большое количество скорых регулярно переключается по городу. Где-то везут раненых, где-то перевозят тяжелых пациентов, вывозят в Киев, в соседние области, в случае необходимости долгой реабилитации. Поэтому звук сирены экстренной медицинской помощи у нас 24 на 7, к сожалению. Наталья, ну если говорить еще о машинах скорой помощи, известно, что на площади в Люксембурге стоит машина скорой помощи как раз из Харькова, которая весной еще попала под обстрел. Она полностью изрешечена пулями. Вот расскажите про город сейчас, про Харьков. Удалось ли хоть как-то частично, возможно, восстановить парк карет скорых, скорых, которые были уничтожены? В Люксембурге это видео просто стало популярным недавно. Кто-то из местных жителей там находился, снял его. Месяца два, когда волонтеры отправили эту скорую туда и поставили. Это достаточно сильная картина для понимания местных жителей, которые проживают в Люксембурге, и того, через что проходят наши медики экстренной медпомощи. Что касается нашего автопарка, благодаря помощи МОЗ и благодаря волонтерам, посольствам, крупным компаниям, было закуплено несколько десятков карет, которые перекрыли на данный момент наши потери. Но нужно понимать, что не только вот так тотально уничтожаются скорые. Скорые наезжают у нас на лепестки, на взрывные устройства, отрывают колеса, где-то проходят осколки, поэтому у нас регулярно ремонтируется карета экстренной медпомощи. На данный момент вся область перекрыта. То есть автопарк у нас работает стабильно, машин хватает. Наталья, если еще говорить о волонтерах, вот гуманитарный штаб, совет волонтеров, единый координационный гуманитарный центр региона, это все те организации, которые были созданы после начала полномасштабного вторжения. Вот вы, как волонтер, можете подвести сейчас некие итоги этого тяжелейшего года? Что было сделано? Какая работа была проведена? Знаете, подводить итоги этого года рановато, потому что у нас настолько все быстро в Харькове меняется, что не хочется, знаете, зарекаться. Что касается объединений, про которые вы сказали, это именно координационные объединения. То есть в них вошли волонтеры и фонды, которые работали на протяжении не просто месяцев этой войны, они работали долгие годы. Последние 8 лет многие работали вот с начала войны на Донбассе. Поэтому давайте так, давайте подведем итоги в День Победы. Давайте, договорились. Наталья, ну давайте еще с вами поговорим о том результате этих 10 месяцев войны. Мы понимаем и говорим об этом даже сейчас, что Харьков остается и область под ежедневными обстрелами российских оккупантов. В области разрушено более 50 мостов, повреждены более 1000 километров дорог, разрушены полностью или частично практически 8 сотен учебных заведений, 1693 объекта жизнеобеспечения, 269 заведений здравоохранения, 43 промышленных предприятия, 3298 многоэтажек, 5,5 тысяч частных домов. Эти цифры, они просто ужасают. Ущерб измеряется миллиардами. Скажите, пожалуйста, какие приоритеты восстановления разрушенного получают ли сейчас уже люди компенсации за потерянное жилье? И что восстанавливается в первую очередь? Смотрите, по компенсациям, это может быть какую-то правительственную программу, она, я думаю, будет остаться не только Харькова, а всех районов и регионов страны, которые были разрушены. Потому что это цифры, которые, ну, понятное дело, нашему региону полностью перекрыть, ну, физически невозможно. Что касается того, что сейчас восстанавливается. Из резервного фонда государственного и местного было выделено на данный момент уже там 950 миллионов гривен. Первостепенно приоритетом является, конечно, восстановление критической инфраструктуры, жилищного фонда, то есть и по деоккупированным территориям. И здесь мы видим, как заменяется кровля, ставятся окна где-то. Просто сейчас стараемся перекрыть дома для того, чтобы они пережили зиму, восстанавливаются садики, восстанавливаются медучреждения. Например, в ближайшее время в Балаклее будет запущена больница, которая была частично разрушена россиянами. То есть вот стараемся просто войти в зиму с приоритетами. Также, конечно, восстанавливаются школы там, где это возможно, там, где они разрушены, не тотально. Но все, что необходимо для первостепенной жизни харьковчан и жители нашего региона делаются сейчас. Плюс огромную работу проделывает местная власть, харьковская, из местного бюджета. Выделены деньги, если сейчас проехать там по Салтовке. Наталья, расскажите, пожалуйста, по Северной Салтовке. Сейчас очень много видео, что в этом районе, это известный на всю Украину, наверное, весь мир, Северная Салтовка, 400 тысяч населения было, и этот район пострадал больше всего. Сейчас стоят краны, идет разбор домов, восстановление домов. Расскажите об этом моменте. В том числе это как раз работа, львиная доля работы нашей мэрии. То есть они разбирают разрушенные этажи, там идет кирпичная окладка, восстанавливают квартиры, ставят окна, новая кровля, и люди в ранее разрушенные дома возвращаются жить. Мы наблюдаем десятки тысяч харьковчан, которые вот вернулись со времени деоккупации Харьковской области, как в Харькове стало поспокойнее, и сейчас им есть уже понемногу куда заселяться. Понятное дело, хочется ускорить, хочется быстрее, но по возможности это делается. Сейчас я наблюдаю за десятками домов, которые синхронно восстанавливаются. Наталья, расскажите, пожалуйста, о разминировании. Собственно, и в Харькове, и в Харьковской области мы видели эти страшные кадры еще кладбища снарядов, которые оставила после себя российская армия, обстреливая город. Что происходит с этим в области? Давайте так. Я была несколько дней на Татзакупенском в селе Петропавловка, где у людей из домов до сих пор торчат турбины от РСЗО. Люди живут в соседних домах на летних кухнях, на топчанах, пловитое печик, сделали кладку из кирпичей и живут сейчас в каких-то маленьких кухоньках. Это говорит о чем? О том, что для того, чтобы мы доехали даже уже до дооккупированных территорий, но, слава богу, вот эти носители, они безопасны, они не взрываются, и забрали даже последствия, не то, что разминировали. Нам понадобится месяца и месяца. Каждый день по несколько десятков, по несколько сотен взрывоопасных объектов саперы обезвреживают. Но нам нужно много месяцев еще. Да, и несмотря на весь этот ужас, город продолжает жить. Мы знаем об установленной елке в метро, о детских праздниках, театральных представлениях, которые происходят. Как Харьков будет встречать Новый год? Ну, я думаю, все-таки люди захотят по домашнему, по семейному, в большинстве своем. Потому что домашнего, семейного, обычного уюта и очага сейчас как раз многим и не хватает. Ну, а так это правда. На одной центральной станции Харькова каждый день проходят театральные постановки, программы для деток в самом безопасном месте Харькова. Их собирают, поздравляют с наступающим Новым годом, с Рождеством. И, в принципе, инсталляция очень красивая. Если есть у людей время и возможность, я бы рекомендовала посетить. Наталья, спасибо вам большое за оперативную информацию. Наталья Попова, советник главы Харьковского областного совета, была с нами в эфире «Фридема». До свидания. До свидания.